Здесь все не так просто. На них пристегивают, жилетки пристегивают какие-то. Елки-палки, все по-взрослому. Так, вот-вот. Вау! Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии. Мы с вами в Австрии, в Каринтии, в городе Фельдкирхен. И это у нас праздник. Праздник дерева добычи, деревообработки, которое очень сильно развито в нашем регионе. Итак, гуляем и наслаждаемся. Вот их опускают. Елки-палки. Круто, конечно. О, а тут кто? А, тут лошадки. Ну что, на меня надели жилетку, и сейчас я туда же пойду, чтобы заснять панорамный вид. Ну, ладно. Ну, вот я уже стою рядом с пультом управления. Так, палку надо будет опустить. Так, еще там дядька стал. Окей. Так, надо держаться, сказали. И все. Ой, 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 ой. Как высоко. Ну, смотрите. Вот тут у нас панорама вот этого всего. Вау. А ветром шатает ее, между прочим. Здравствуйте. Вообще-то, мы очень высоко. Город Фельдкирхен, знакомьтесь. Фельдкирхен и Кэнфен. Вау. Теперь пошли вниз. А вот там, интересно, они грузят в этот, которая там дробилка. Ну, я скажу, что вообще-то пожарным быть не так просто. На такую высоту, я представляю, поднимать. А то он еще в форме, должен быть в обмундировании. Все-таки подготовка должна быть. Детки-детки, да? Браво. Я это сделал. Думаю, надо подписаться. Вот, опилки это важная часть всей индустрии. То есть, ни одна щепка не пропадает. Идут на пилеты. Здесь достаточно много котлов от отопления на пилетах. Вот, и производство пилетов. Это такая важная часть индустрии. Есть даже такие электростанции, ну, не электростанции, а теплостанции, которые работают на опилках. Ну, в зонах активной лесодобычи, лесодеревообработки. В частности, одна есть возле города Санкт-Пай. Я, мне кажется, в одном из видео показывал. И тепло идет в город Клагенхурт и отапливает целый квартал Клагенхурта. Вот именно опилками. То есть, никаких отходов нет. Все используется. Лансбульдог. Это еще было до исторического материализма. А там деревянные трактора. Хотите посмотреть деревянный трактор? Пожалуйста, показываю. 1920 год. Пенсионеры тоже. Деревянный трактор. Пожалуйста. Чудо техники. Вражеский. Дойц. А вот это у нас люксовый автомобиль. Тоже обалденно все такое. Но это настоящая карета. Мотокарета. Вау. У нее даже лампа есть. Там свечка вставлялась. А я еще и перебараклился. Роскошная шляпа. Прикол в том, что она продувается. Она вся с отверстиями и хорошо ее продувает. Великолепная шляпа. Две шляпы стоили 35 евро. Одна 20, а если две, то 35. Мы с сыном купили по шляпе. И оба в шляпах. О, кстати. Трактор Штеер. Это, наверное, 30-е годы прошлого века. Я так предполагаю. Великолепная машина. Сделана в Австрии. А что еще выпускает это производство Штеер? Это производство Штеер выпускает мерседесы. Вот такие квадратные джипы. Крутые квадратные. Их делает тот самый завод Штеер. Который раньше делал такие симпатичные трактора. Сейчас я, кстати, трактора тоже делаю. Вот у нас лошадки. А вот такой транспорт. Ну и в плане того, что все это достаточно цивилизованно делается. То есть, это не вредит окружающей среде. Не вредит туризму, которая тоже важная часть индустрии в данных краях. Ну, все как-то разумно. Жарко. Конечно, жарко им. Да. Красавцы какие, елки-палки, мощные. А сзади грузовики. Все лошадки, у вас теперь только шоу с вами. А раньше на лошадках все работали. Сейчас вон грузовики, пожалуйста. Погрузили, повезли. Да, красивые какие, красивые. Ух ты. Жарко им, жарко. Им жарко вообще. А там какая красивая. А здесь у нас сцена. То есть, они будут тут петь или пилить, что они будут делать на сцене. А это какая красавица. Это вообще. Ох ты, ох ты, ох ты. Она аж приплясывает. Да, лошади мощные какие, просто обалденно. Так, ну что, доберемся мы до этой, нет аттракционов. Я отснял достаточно много материала. В том числе я заснимал соревнования вот этих бравых ребят. Вот сейчас он будет на скорость там собирать свою пилу. И потом он должен будет отпилить плашку. Между ними это на время. Там какие-то у них свои особенности. И вот таких соревнований я заснял несколько разных. Кроме того, был такой концерт праздничный. Ну такое праздничное шоу. Я тоже снял. Поэтому сделаю еще одно или два видео. Как раз вот с репортажем с этого праздника. Мне очень понравилось. Прекрасно провели время. Я надеюсь вам понравилось тоже. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И пока-пока.